С новым днём республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. На календаре сегодня 30 мая, четверг и по народному календарю сегодня день Евдокии Свистуни. В этот день было принято высаживать картошку, а ещё наблюдали за приметами. Какова Евдокия, таково и лето. Растущая луна в этот день предвещала мокрое лето, а если дует ещё и северный ветер, то лето будет холодным. И я очень надеюсь, что Евдокия подарит нам лето тёплое и прекрасное, но для уверенности давайте всё-таки сверимся с синоптиками. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных Улусах температура воздуха составила 6-9 градусов тепла. Днём там ожидается 18-19, в Заречье утром было также 6-13, и днём ожидается 11-18 градусов тепла. На юге, как ни странно, холоднее. Утром было плюс 6, а днём ожидается 11 градусов тепла. В Вилюйской группе Улусов утренняя температура 0, плюс 5, дневная плюс 15, плюс 17. В Нижнеленских Улусах утром было 4-8 градусов тепла, днём ожидается 13-18. На Западе утром было плюс 3-6, а днём ожидается 13-17 градусов тепла. В Колымо-Индегирских Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 4, плюс 12, а днём ожидается плюс 6, плюс 19. В Янских Улусах утром было 0, плюс 9, а днём ожидается 12-18. На Северо-Западе утренняя температура минус 3, плюс 8, а днём ожидается минус 1, плюс 15. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 9 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Днём ожидается 17-19 градусов тепла без осадков. Друзья, не забывайте, что для вас мы работаем только в прямом эфире. Наш ватсап номер прежний 8-914-279-2262. Смело отправляйте свои сообщения, мы обязательно их прочтём в прямом эфире. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Новый день». Мы продолжаем наш утренний эфир и передаём слово сейчас нашей постоянной рубрике «Электронные услуги». На сей раз речь пойдёт о том, как при помощи портала «Госуслуги» получить единовременное пособие при рождении ребёнка в случае невозможности его выплаты страхователям. Доброе утро, уважаемые телезрители. Региональное отделение Фонд социального страхования Российской Федерации по Республике Саха-Якутия предоставляет государственные услуги по сайту «Госуслуги.ру» в количестве 12 услуг. Одним из новых услуг с апреля месяца стало назначение и выплата застрахованным лицам единовременного пособия при рождении ребёнка в случае невозможности его выплаты страхователям. Как мы знаем, страхователь – это работодатель. Если он по тем или иным причинам не может выплатить единовременное пособие на вашего ребёнка, за него это может сделать региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Саха-Якутия. Для этого нужны следующие документы. Для предоставления услуг вам необходимо подтвердить учётную запись в многофункциональном центре, либо подойти к нам в отдел страхования на случай временной несуспособности и связи с материнством по адресу улицы Орженикидзе, дом 46, корпус 2, офис 310. При себе иметь паспорт. После утверждения учётной записи вы уже можете подать заявление, не выходя из дома. Также напоминаем, региональное отделение через портал «Госуслуги.ру» предоставляет такие виды услуг, как назначение и выплата ежемесячных пособий по уходу за ребёнком, пособия по беременности и родам, единовременные пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, пособия по временной нетрудоспособности. Подчёркиваем, что данное условие услуги предоставляется в случае прекращения деятельности страхователя, в случае невозможности его выплаты страхователям в связи с недостаточностью денежных средств на его счёте, кредитной организации и применением очерёдности списания денежных средств со счётом предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Отсутствие возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователям пособий за страхованному лицу. И если на день обращения за страхованного лица работника за пособиями и в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве страхователя. Спасибо за внимание. Друзья, мы очень рады, что вы не забываете про наш WhatsApp номер 8-914-279-2262. И у нас уже есть сообщение. Так, абонент с последними цифрами 45-03 пишет нам. Точнее, он поздравляет свою подругу Сантоеву Марию Альбертовну с днём рождения. Мария Альбертовна проживает в городе Олёкминске. Она такая у нас одна, очень яркая, очень душевная, очень эмоциональная. Мы тебя любим. Подпись твоей подруги с города Якутска. Напоминаю, абонент с последними цифрами 45-03 отправил такое чудесное сообщение. Есть ещё сообщение с последними цифрами 74-13. Абонент желает всем работникам НВК Саха отличного рабочего дня. Спасибо вам огромное. И, кстати, о работе. Когда есть условия для хорошей жизни, работа же спорится. Ну и учёба в удовольствии. А у наших будущих работников культуры и искусства со следующего учебного года появится просторное общежитие со всеми удобствами. У студентов Арктического института культуры и искусств безграничная радость, что душа поёт сама по себе. Со следующего учебного года у ребят будет новое общежитие со всеми удобствами. Антон Лаптуков, будущий хореограф, родом из Таймырского района Красноярского края, приехал сюда по целевому направлению на будущий год, надеется поступить в магистратуру в свой уже родной институт. Друзья стали родными. То есть, если спрашиваются, например, останусь ли я в городе, то я не буду оставаться в городе. Меня по направлению направили, я буду возвращаться на свою родину. Я буду возвращаться на магистратуру, то есть заочное отделение. Также культурология, то есть магистрант я буду. И, возможно, заселюсь уже в наше новое общежитие нашего Арктического института. Хотелось бы здесь, скажем? Очень. Очень. Тем более, что на протяжении четырех лет у нас были слухи, что у нас будет общежитие. Ну и вот эта радость случилась. Среди преподавательского состава много именитых лиц, деятелей культуры и искусства. Но и студенты не отстают от своих учителей. Иван Константинов, начинающий актер, на субботник общежития пришел с большим энтузиазмом. Очень классная она. Она такая чистая, такая большая, много мест. Ну, с самого детства я там на сцене играл, пел разные сценки там. И так сложилось, что сцена стала частью жизни, и так я и осталась. Спектакль играть – это как-то лучше, чем сценки. Сценка, она длится три минуты, и как бы наслаждение только лишь на три минуты, а спектакль на целый час, и целый час ты получаешь удовольствие от своей игры, возможно, от восторга зрителей, если ты хорошо сыграл. 250 мест и 7 этажей удобств. Раздельный санузел, отдельная кухня, репетиционный зал и даже гладильные и прачечные комнаты. Это не просто комфорт для студентов, а новый виток в развитии вуза. Мы ждали очень долго это общежитие. Конечно же, в этом году у нас контрольные цифры приема выделены на 71 место российские места. Но, тем не менее, на будущий год количество российских мест увеличено уже на 100 человек. Планируется открытие среднего специального образования. В этом году мы открываем новые направления. В связи с тем, что общежитие вошло в строй, есть возможность приглашать студентов, абитуриентов из соседних регионов. Нынче к нам уже заявили из университета Арктики. Хотят приехать три девочки из Норвегии, выпускницы финского института. У нас сейчас учится девочка, одна студентка из Страсбурга живописи. Наши два студента по обмену обучаются. Одна девочка у нас студентка обучается в Монголии. И студентка-дизайнер обучается во Франции. А пока уборка, сессия и уже во всю подготовка к следующему учебному году. В этом году метеорологи прогнозируют жаркое лето с порывистыми ветрами и с малым количеством осадков. В связи с этим возможны пожары. Вообще, начало летнего пожароопасного сезона в Якутии открыто в середине мая. В этот период категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем, курить, бросать спички и окурки вне предусмотренных для этого местах. Далее тема продолжит наш следующий сюжет. В целях своевременного принятия мер по обнаружению и тушению лесных пожаров, обеспечения пожарной безопасности в лесах, с 15 мая на территории республики установлен пожароопасный сезон. Пожароопасный сезон практически окончено. 100 человек подготовлены по курсу руководства тушением крупных пожаров. Кроме этого, в этом году вновь действует в республике Сахая-Якутия вновь созданная резервная группировка ФБУ авиалисохрана, 65 человек. Такой группировки в прежние годы не было. Далее ГАУ-Якутия с ресурсом подготовлено 167 человек к тушению лесных пожаров. В этом году метеорологи прогнозируют жаркое лето с порывистыми ветрами и малым количеством осадков. В связи с этим ожидается сложный пожароопасный сезон. В зоне наибольшего риска находятся Вилюйская, Западная и Южная группы районов. По прогнозам гидрометцентра по республике Сахая-Якутия на 2019 год погода будет также жаркая, с порывистыми ветрами и с малым количеством осадков. То есть, как вы видите, будет неблагоприятная обстановка в части лесных пожаров. В 15 мая устанавливается пожароопасный сезон именно по центральным районам. А с 20 мая будет установлено, пожароопасный сезон будет установлен по арктическим районам. Минэкология Якутии напоминает, при обнаружении лесных пожаров необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу или в горячую линию лесной охраны. Наталья Колесова, Андрей Секритов. Новый день. Ухоженная территория дома всегда привлекает к себе внимание и становится гордостью, а также предметом зависти для соседей. Как украсить двор своими руками, причем с минимальными затратами. А ведь для этого можно использовать все, что угодно. Пластик, покрышки, дерево, старое жилето, проволока и много-много чего. Главное здесь фантазия. И это недавно доказали жители поселка Хандыга. Жильцы многоквартирных домов используют разные подручные средства. Шины, доски и даже мусор. Бутылки пластмассовые, пластиковые, одноразовую посуду, упаковочные сетки от фруктов. А польза получается двойная. Очистка дворов и улиц и изготовление из бросовых материалов, уникальных украшений и поделок. А когда к обустройству подойти с мужским хозяйским взглядом, то и не только скворечники, колодца и сказочные домики на курьих ножках можно соорудить. В прошлом году за считанные месяцы преобразился один из дворов по улице Магаданской спального района Хандыги. Все это дело рук старожила Виктора Сидельцева и его дочери Галины. Хотелось бы, конечно, чтобы в каждом дворе были какие-то подделки, чтобы дети видели, что родители, которые стараются, чтобы они равнялись на своих родителей, чтобы что-то делали, созидали, не ломали ничего. Ничего покупать не надо. Все можно делать с подручных средств. Как учитель музыки с большим стажем работы Виктор Григорьевич сделал своеобразный подарок школьникам и педагогам. К первому сентября здесь появились новые герои – ученики и учители у школы. Даже жители аварийных домов не хотят отставать и тоже, не дожидаясь сторонней помощи, стараются облагородить дворы. Были бы желания, фантазии, а бросовые материалы найдутся. С приходом теплых деньков двор по улице геолога Юрия Кудрявого в самом центре Хандыги буквально расцвел. На деревьях распустились яблоки, в клумбах розы, фиалки, колокольчики, тельфиниумы, а также гигантодуванчик воз человека. Такую красоту подарила молодая мама Татьяна Шолухова со своими соседями. Дом давно уже ветхий, двор такой же серый. И мамочки решили украсить жизнь своих детей вот такими творениями. Посмотрела в ютюбе, мне очень понравилось, как украшают дворы люди из обычных пластиковых бутылок. Идет вся, как говорится, бутылка горлышко, середина, дно. Ну, бывает, что собираю, прошу по знакомым, соседям. Люди идут навстречу, принимают участие, помогают. Татьяна и ее соседи не собираются останавливаться на достигнутом. К лету они готовят еще немало сюрпризов для окружающих. Вот так своими руками и молодые, и пожилые жители поселка Хандыга обустраивают свои дворы. Результат радует не только самих создателей, но и окружающих. И это замечательный пример, особенно для детей, хозяйского отношения к поселку. Мария Винокурова, Хандыга. Специально для программы «Новый день». Дорогие друзья, я очень рада, что вы не забываете про наш WhatsApp номер 8-914-279-2262. И наш постоянный телезритель с последними цифрами 9310, это его телефон, пишет нам, посвящает точнее нашей программе стихи, возможно, даже авторского произведения. Не могу точно сказать. И вот пишет. «Все спят и колышутся сонные ветви деревьев, стоящих в подутренней мгле, а солнце помало сияет на небе. Доброе утро!» – шепчу я тебе. Очень приятно. Доброе утро и вам. Ну а сейчас я хочу немножечко сменить тему, поговорить, наверное, может быть, немножко о печальном, о мошенничестве. Ведь этим сегодня уже никого не удивишь, и в последнее время все больше популярность набирают обман с использованием личных банковских карт граждан. Причем махинации проводят настолько мастерски, что обманутые даже не замечают и не понимают, что у них списались деньги. Как не стать жертвой этого обмана? Об этом нам расскажет Алена Матвеева, оперуполномоченный уголовного розыска муниципального управления Якутская, старший лейтенант полиции. Алена, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, что такое мошенничество и какие виды бывают? В общем-то, мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверия. Наше отделение создано в 2017 году для раскрытия преступлений, совершенных дистанционно с помощью средств связи и интернет-ресурсов. В общем-то, по итогам четырех месяцев 2019 года текущего, соответственно, зарегистрировано преступление, совершенных с помощью средств связи, 70. В прошлом году было 42. Наблюдается рост на 66,7%. А вот как это все происходит, когда человек не понимает, что даже с карточки-то его списали деньги, это каким образом может получиться? Ну, зачастую, очень часто происходит то, что поступает человеку звонок, лицо пытается завладеть помимо номером банковской карты, еще пытается получить доступ в личный кабинет человека. Либо дистанционно производит операции, направляя коды подтверждения операции в СМС-сообщении. То есть вот человек звонит, допустим, мне и спрашивает, сообщите номер карты. И вот на обратной стороне вот этот трехзначный код, да? И человек по наивности сам отдает все воды? Ну, в общем-то, существуют различные схемы. Допустим, покупка-продажа какого-либо имущества, помощь в получении кредита лицам даже с плохой кредитной историей, помощь в оформлении водительского удостоверения, сообщения приходят в соцсетях с помощью занять деньги, потом инвестиции, вложения на различных инвестиционных платформах, вложения денег. В общем-то, поступают звонки от неизвестных лиц, как правило, с других регионов России. Лицо ведет беседу на интересующую вас тему. Либо вы там продаете какое-либо имущество, либо желаете оформить кредит. Проникается доверием, соответственно, узнает номер вашей банковской карты под различным предлогом, путем зачисления компенсаций, начисления баллов, возврат денег, перечисления денег за товар, который желает у вас приобрести. Соответственно, вы сообщаете ваш номер карты. Помимо этого, он заходит, допустим, онлайн, вводит номер вашей карты. Потом он просит назвать вас CV-код, либо вам приходит код в смс от банка для подтверждения операции. Пока лицо с вами разговаривает, специально вас заговаривает и не дает вам полностью прочитать это смс-сообщение. Но в смс-сообщении указано, код приходит, подтверждение операции написано, не сообщайте даже сотруднику банка. Но лицо занято беседой. Сообщает? Билань-964. Если вам там различные поступают, 913, 905, там номерная емкость, уже следует обратить внимание, насторожиться. Нет, не брать мы, конечно, вам не советуем. Все равно ответьте на звонок, но прислушайтесь и уже насторожны, что от вас этот человек хочет. Но будучи, если он у вас там каким-либо предложением заманчивым предлагает, какие-либо выгоду для вас, тоже стоит насторожиться. Как правило, бесплатно ничего не бывает. Там, как вот еще очень часто, представляется сотрудником наших операторов связи и предлагает то, что мы, то, что произвели оплату неправильно за услуги и требуется перерасчет. Ну, соответственно, чтобы назвали карту, и они лишние деньги вернут человеку. Да, и получается, что вот все, приходит смс-сообщение, и ваши деньги списаны. Я, кстати, хотела, Алена, спросить, да, а могут ли вот мошенники воспользоваться той картой, вот у многих сейчас вот дистанционной, вот, которая вот такая раз, прикладывается, и бесконтактная, вот. Вот каким-то образом происходит это мошенничество с такими картами? Ну, это, как правило, происходит с утерянных банковских карт нашими лицами, да, оплаты покупок посредством Wi-Fi в сети в магазинах наших. Оплаты происходят до 1000 рублей без контакта, то есть без ввода пин-кода. Лицо, любое, имея умысел, может несколько раз произвести оплаты даже в одном и том же магазине до 1000 рублей. То есть несколько раз по 1000 рублей он там... Да, да, да. В данном случае, если вам начали приходить смс-сообщение об операциях данных, вам необходимо обратиться в банк, заблокировать вашу карту и незамедлительно, соответственно, обратиться в полицию. Ну, и, соответственно, мы займемся раскрытием вашего преступления. А вот так вот я, допустим, прохожу мимо вот кассы, и у меня бесконтактная вот карточка лежит в сумке, вот как-то вот случайно это может произойти? Нет, на расстоянии, конечно, так у вас не получится произвести оплату покупок, потому что вы же непосредственно должны поднести, должна быть контакт такой вот, да, с терминалом, да. А дистанционно сумочки нет. Можете охарактеризовать вот портрет обманщика, мошенника? Ну, если вот, допустим, ранее сложилось мнение, что более подвержены пенсионеры, то в настоящее время абсолютно любой возрастной категории лицом может стать жертвой мошенников, любой профессии. То есть, заинтересует вас именно вот той темой, которой вот вы чем-то либо занимаетесь, либо товар продаете, вот кредит. Кто в чем нуждается, соответственно, мошенник вступает в контакт и входит в доверие. Таким образом узнает данные вашей карты и получает доступ к вашему личному кабинету. Какой совет общий вы можете дать нам, нашим телезрителям, чтобы вот не стать жертвой мошенничества? Ну, конечно же, в первую очередь одно и то же, но распространенное. Не сообщайте данные вашей банковской карты, CV-код на обратной стороне. Вы, если желаете что-то продать или еще для каких-то целей, чтобы вам кто-то деньги отправил, достаточно только номера карты. В общем-то, не отправляйте чужим лицам денежные средства, неизвестным лицам, ну и, в общем-то, не сообщайте данные вашей карты. Просто нужно, наверное, проверить потом эту информацию, самому позвонить в банк и убедиться только, что был звонок или нет от вас. Огромное спасибо, Алена, за полезную информацию. Приходите к нам еще, делитесь информацией. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу, не переключайтесь. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня 30 мая, четверг. И эта дата известна в истории тем, что в 1431 году в Руане на костре была сожжена Жанна Д'Арк. А спустя 200 лет в этот же день и там же во Франции вышла газета под названием «Ла газет». И вскоре это слово вошло во все европейские языки. А что касается нашей страны, то 30 мая был основан славный город Хабаровск. А также на свет появились такие известные личности, как писатель Борис Пастернак, космонавт Алексей Леонов, актер Александр Демьяненко, известный в народе больше как Шурик, а еще Карл Фаберже, ювелир с французско-немецкими корнями, но все же родившийся в Санкт-Петербурге и считающийся российским мастером. Вот такой насыщенный на исторические даты и события 30 мая. Какой будет погода и оставит ли она свой след в истории, или будет такой, какой ей нужно быть в это время года, давайте узнаем прямо сейчас. Итак, сегодня днем в Центральных Улусах. Температура воздуха ожидается 18-19 градусов тепла, в Заречи 11-18, на Йоге будет чуть прохладнее, плюс 11 градусов тепла. В Юлийской группе Улуса в днем ожидается 15-17, в Нижнеленских 13-18, на Западе 13-17, в Колымо-Идегирских Улусах 6-19, со знаком плюс. В Янских днем ожидается 12-18, на Северо-Западе минус 1, плюс 15, это дневная температура. А в городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 9 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, днем ожидается 17-19 градусов тепла без осадков. А между тем, школьники Якутии продолжают сдавать итоговые экзамены. Вчера 11-классники сдавали ЕГЭ по математике, а сегодня у 9-классников проходит экзамен по обществознанию. В связи с этим нам вновь стало интересно, что помнят наши горожане из школьной программы. Давайте посмотрим. При каком императоре продали Аляску? Николай... ой, не помню. Николай 2-й? Николай 1-й? По-моему, при Екатерине 2-й. При Екатерине? Нет, я путаю. Александр 2-й, по-моему, 3-й. Александр какой-то там. Александр, по-моему. Ага, а 1-й или 2-й? По-моему, 2-й. А какой предмет у вас в школе лучше давался? Ну, давал-то география. А вот, наверное, вы тогда знаете, сколько улусов в нашей республике. Опять в нуле. Так, сейчас 8 перешли в арктическую зону. Но они все равно не культики. А, они арктической зону 8. А вот тут точно не могу вспомнить, сколько. Более 30, наверное. 7, да. Ой, нет, улусов много. А, 13. 30... 36, 34, 36, 40. 35 или 36. Где находится предплечье, знаете ли? Предплечье. А что это такое? Предплечье. Здесь, что ли? Нет. Вот. Предплечье. Предплечье? Да. Да. Где локтилоид еще. Помните ли вы формулу серной кислоты? А, нет. Это все не было? Что-нибудь из химии помните? А, 2ОО. А, 2ОО или что? Вода. По химии у меня плашная тройка была. Ой, вообще нет, что там H, там кто-то там. Не знаю. Я вообще в химии 2. H24. Соляная H2, а серная H2SO4. H2SO4. Ударение нужно поставить правильно. Как будет? Баловать или баловать? Баловать. 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 Я думаю, баловать. И так, и так говорят. Раньше говорили баловать. А сейчас говорят баловать. А между тем, с завтрашнего дня по 3 июня в Якутске пройдет второй межрегиональный фестиваль духовых оркестров «Фанфары земли Аланхо». И более подробно об этом фестивале нам сегодня расскажет Туяра Пестрякова, генеральный директор Государственной филармонии Якутии, художественный руководитель этого фестиваля, Павел Васьковский, дирижер духового оркестра Лена Ривер, Брас и Максим Дудкин, заслуженный работник культуры нашей республики, этноисполнитель. Доброе утро. Доброе утро. Итак, завтра стартует фестиваль. Расскажите подробнее, что за фестиваль такой. Доброе утро еще раз. Мы поздравляем всех якутян с началом лета и хотим, вот как филармония Якутии, заложить такую традицию, что с наступлением первых теплых дней проводить большой праздник для горожан при поддержке как Министерства культуры Российской Федерации и Всероссийского духового общества имени Валерия Халилова. Это ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах. Последние годы в нашей стране, надо сказать, приобретает большую актуальность возрождения духовых оркестров, хоров, поскольку все-таки с прошествием времени все поняли, да, какое большое влияние на развитие патриотизма, на объединение такого чувства, единого чувства у горожан и так далее, во время больших массовых праздников производят именно такие формы коллективного творчества, как хоры и духовые оркестры. Ну а на сегодня у нас в республике, в городе Якутске три, можно сказать, такого коллектива высокого уровня. Профессиональных. Да, профессиональных, да. И мы гордимся тем, что вот профессиональный военный дирижер, это дирижер нашего оркестра, это Павел Васьковский, и он художественный руководитель вот второго межрегионального. Он пока еще не всероссийский, но мы надеемся, что он будет развиваться. Фестиваль межрегиональный. Кто примет участие, кто приедет? Ну вот нас, Министерство культуры России, Всероссийское общество поддержали финансированием, участие Владислава Лаврика, да, это первая труба России, я так понимаю. Да, это лауреат международных конкурсов, преподаватель консерватории Чайковского, блестящий виртуоз, дирижер. Вот у нас тоже наш будет гость, очень будет интересно. И федералам очень интересно, вот и поэтому поддержали участие наших земляков из Аллаихи, из Нижней Колымы. Это этноисполнители, носители овенского фольклора. И Слава Кемлель, он будет представлять чикотский бубен, да. Ну вот бубны традиционные инструменты, но они ударные. Ага, и тем не менее, вот ударные инструменты будут участвовать в духовом фестивале, да. Максим, расскажите об особенностях вашего бубна. Ну, это у меня овенский бубен, он по-овенски называется «Унтун», а колотушка – «Гисун». И вот мы издаем вот такой звук, да, и поем. Вот это у меня как бы форму имеет круглую, это наше Солнце, это наша Земля и вокруг, конечно, Вселенная. И, конечно же, «Гисун», который выводит, выносит звуки, да. Звуки именно Вселенной, космоса, да, носителей, горлового пения. И поешь, и играешь. Очень интересно. Скажите, а какие еще мероприятия пройдут в рамках вот фестиваля? Ну, с завтрашнего дня у нас состоятся вот заезды, репетиции. Мы приглашаем всех горожан 1 июня, это большой праздник, День защиты детства. В 3 часа мы начнем небольшую программу. В парке будет старт. Да, старт. Затем планируем такое небольшое шествие по улице Кирова. И там принимают участие нехольшее. Да, в торжественном шесте примут участие кадеты наши якутские. Затем Институт водного транспорта, группа мажореток примет участие. Ансамбль Гулун, Кюн Мичир ансамбль. Затем кадеты покажут очень интересное показательное выступление с оружием. То есть будет большой музыкальный праздник музыки и танца. Будет очень интересно для наших жителей. И очень радует, что этот уже фестиваль межрегиональный у нас ежегодный. И в 16 часов вот это шествие приходит на площадь Ленина. И там на сцене состоится большой концерт. И там примут участие группа барабанщиков Клавдии Германа Хаталаевых. Но они, понятно, в шествии не могут идти. И также поддержат танцевальные коллективы Михаила Сивцева и Марины Кузьминой. Поэтому мы приглашаем всех потанцевать. Потанцевать, скажем так. Будет очень интересно, разнообразно и весело. Как духовые оркестры, вальсы, танго. Ну, знаменитая фраза, да. Прозвучит и традиционная, популярная музыка, очень интересная. И латиноамериканская, и марши традиционные. Будет интересно, весело. И этническая музыка. Этническая музыка, конечно. Ну, программа разнообразная, я вижу, да. А где можно более подробно ознакомиться с программой? На сайте филармонии Якутии. И вот в средства массовой информации мы тоже сделали рассылку нашей программы. Потому что в течение нескольких дней на разных площадках будет проходить фестиваль. Давайте напомним, когда вот произойдет вот это шествие. 1 июня, да? 1 июня. В 3 часа старт с парка культуры до площади Ленина. Да, в парке культуры 3 оркестра, сводный большой оркестр будет играть. Пусть всегда будет солнце, якутский марш сыграем. Там мы дадим старт в этот праздник, да, 1 июня. И затем будет торжественное шествие, и в 16.00 состоится мероприятие концертное на площади Ленина. Огромное вам спасибо за такую позитивную информацию. Обязательно придем, посмотрим, поболеем за наших любимчиков. Ну, действительно, духовая музыка – это круто. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Через пару мгновений в этой студии появится мой коллега Петр Кулаковский. И не забывайте, что мы работаем для вас в прямом эфире. Продолжение следует...